Так, читаю комментарий. Смотри, у тебя там, где труба загибается к фильтру, ставишь мост белым выходом налево. Смотрим. Труба загибается к фильтру. Ставлю мост белым выходом налево. Ага. И от него же отводишь к фильтру. От зеленого выхода моста уводишь к хранилищу. А как я отношусь к небольшим багаюзам? Например, сделать хранилищу всего на 4 клетки и туда влезет сколько угодно воды. Если честно, я смотрела различные гайды, и меня ужасно смущают багаюзы. Мне кажется, они очень портят игру. То есть это классно. Типа, вот это вот, не знаю, корейская лизерка, например. Или вот эти вот хранилища на бесконечное количество газа и воды. Но мне кажется, что багаюзы портят именно ощущение. Вот игры. Так, в инкубатор мы давайте выберем начать инкубацию. Потом тоже тут настроим всю автоматизацию. Кстати, нет у нас тут точно никаких больше норников. Этого мы, по-моему, тоже по почте получили. Так, вот это мы разрушаем. И тут давайте сделаем столовую большую. Так, еда. Где у нас тут стол? Нет, наверное, в мебели стол. Раз, два, три, четыре, например. Раз, два, три, четыре, например. Раз, два, три, четыре. Вот так вот сделаем. То есть тут у нас маленький промежуточек. Пусть останется для... А, так, нет. Ай-яй-яй. Рано-рано. Ну, для каких-нибудь статуй, короче, для украшений. И как раз она по размеру подойдет. Так. Какие у нас тут есть уже украшения? Только цветочные горшки. Ну, хоть так. Нам бы еще, кстати, нужен где-нибудь парк. Очень нужен. Потому что он дает безумное просто количество... Уф-ты. Это парк, не заповедник, но парк. Безумное количество дает бонусов к морали. О, смотрите, вот оно яичко. Все-таки у нас наш копатель дал нам яичко. Ну-ка. Прирученность. Вот прирученность. А, и размножение действительно показывает теперь, сколько ему осталось до нового яичка. Так что, сейчас мы быстренько разведем. Так, не выбрана цель исследований. Чем будем заниматься дальше? Я думаю, что нам нужно... Нашу воздушную систему подключать. Наверное. А, нет. Давайте хотя бы статую изучим, чтобы можно было уже... Было чем заняться декоратором. И все-таки займемся освоением вот этого вот добра. Правда, тут опасненько. Все-таки большая температура. Как-нибудь тут вот так окружим его, чтобы не каплю в рогу. И тут, кстати, тростневик вот этот вот есть. Та, с которого можно получать специальное волокно, из которого можно шить теплую одежду. Так, ну, как-то так, наверное. И как-то так. Сейчас будет куча слизи. Но она у нас, по-моему, кстати, слишком холодно ей для разведения бактерий, да? Да, вся эта слизь безопасная, без легочной слизи. Думаю, что нужно продезинфицировать это все добро. Ой, холодильник с бактериями. Ну да, просто у нас потухшая грязь в фритюре там. Давайте высаживать тут растения. И будет у нас тут, не знаю, комната развлечения. Это или может быть даже... Ну-ка, столовая. Просто столовая. А как большой зал сделать? А, нужен просто очень клевый предмет декора. У нас его нет. Так. Ой, как они быстренько все сделали. Сидно, им было нечем заняться. Так, слизь мы выкопаем тут. Воронка холодного пара. И температура у нас тут 55 градусов. По хорошему поводу тут, конечно, откачать. Так, не извергается. Особо не проанализируешь. Так, читаю комментарии. Игра, по-моему, неадекватна в плане объемов. Очень много газа получается. Никаких цистерн для хранения не хватит. Кулера и подвесного горшка хватает для большого зала. Ого, круто. А кулер... Ну, значит, у нас будет в другом месте, наверное, большой зал. Потому что где-то же им нужно столовую. У нас сейчас 8, конечно, человек. Но мне кажется, что нам явно нужны еще люди. Так, воронка холодного пара у нас работает. Наверное, мы попросим сейчас сюда не ходить. Потому что они сейчас начнут барабанные перепонки терять. И вообще... Так. Нужно что-то с декором делать. Так что давайте, наверное, тут что-нибудь подвесим. Тут что-нибудь подвесим. В туалете, наверное, мы сделаем липонину. Чтобы дорого-богато. Мы, конечно, не можем. Или можем сделать золотые унитазы. Вроде можем. Но... Но нет у нас столько золота, чтобы делать из него унитазы. Так что обойдутся они своими медными унитазами и лепниной. Большой зал-то улучшенная столовая? Ну, ладно. Давайте сделаем тогда. Оно, по-моему, большой зал не так давно появился. Сделаем тогда побольше. И... Сделаем... Кулер. Так. Кулер можно в воздухе повесить. Но... Что-то не выглядит он в висячем. Вполне себе с ножками. Так что мы его поставим, чтобы атмосферу не терять. Так. Вот это мы разрушим. Так, что у нас тут? Дождемся, наверное, пока воронка холодного пара прекратит вот это вот свое парение. И только потом мы будем анализировать. И с водой... Вода 40 градусов. Ну, 40-50 градусов, мне кажется, это не так уж и страшно. Сейчас надо посмотреть, медный вообще выдерживает столько или нет. Температура перегрева 75 градусов. Нормально вообще. Выдерживает. Горячими клавишами я не знаю, почему не пользуюсь. На самом деле, нужно пользоваться. Нужно пользоваться. Надо к хорошему привыкать. Нам нужен парк. Давайте вот здесь сделаем парк. Вот, кстати, способ сделать парк. Это вот этих вот новых хомячков, таких зубастых, не помню, как они называются. Они могут семечки зарывать в землю. И таким образом, даже если мы выкопали какие-то растения, могут еще раз заселить. Вот тут, например, у нас осталось 4 всего растения, к сожалению. А, цвирь, да, цвирь, как они называются, вот эти вот хомячки. Да, что я говорила, что я говорила. Да, осталось 3, а для заповедника нужно 4, к сожалению. Вот, наверное, больше тут нет. Тут у нас вообще такой биом не очень располагающий. А, кстати, вот если вот тут вот прорыть, то будет 4 растения. Это такое маленькое, конечно, безумие, но почему бы и нет. Будет такой многоуровневый парк. Пускай люди радуются, а то мы их улучшить не можем, потому что у них морального духа не хватает. Так, а где этот для парка? Мебель, станции. Так, я куда-то потеряла. Кислород. Ну, совсем, ладно, сказать, плашечку для парка в электричестве, это как ключи в морозильнике. А, вот она, вот она, парковая вывеска. Все. Комната у нас тут, комната? Комната без конкретного назначения. Все, 80 клеток. Будет у нас тут парк. И сможем мы повысить. Вот у нас, кстати, новый человек, надеюсь, грибная спора. Ладно, без грибной споры обойдемся. А вот устойчивость к микробам, жаворонок и большое количество силы. Давайте вспомним, я уже, если честно, не особо помню, кто у нас есть. Так, Хасан повышается точно, получает оранжевую шапку. Фрэнки у нас электрик. Умничка. Тоже оранжевую шапку. Камила. А Камила у нас переходит во врачи. Так, Вонючка у нас будет космонавтом, думаю. Так, не перебор, не перебор. Улучшенное строительство, да. Это у нас, видимо, за счет столовой, да. Так, как так. Два перерыва между сменами. Ничего себе, за что только не дают. Выучены навыки. Ну, в общем, да, хватает у нас морали, к счастью, для повышения. Она получает даже целую суперклевую красную шапку. Дивончик. Тоже красную. Ааа, нет, нет. Черт. Перебор. Ну, ладно, сейчас мы откроем парк, у них все получше станет с моралью. А, я так и не выбрала, кстати, я что-то отвлеклась. Бабблс, ладно, я думаю, что мы возьмем ее, потому что она, потому что почему бы и нет. Она хорошо носит барахло у нас. Мы всегда найдем барахло, которое нужно отнести куда-нибудь. Так, у нас, кстати, новое растение появилось. Дружок. У него температура от 20 до 40. Обалдеть. Нет, нет, дружок. 20 градусов, это слишком большая роскошь. Будем пантоцвет сажать. И тот, наверное, холодноватый он будет. И исследование. Что будем дальше исследовать? Наверное, скульптуру. Прямо что-то срочное нам, наверное, сейчас не нужно исследовать. Хотя... О, давайте вот, что мы исследуем. Пожарный шик мы исследуем. Так. Макфлай пишет, я, наверное, один тут, кто вообще не понимает, что происходит. Ну, отзовитесь, кто тоже не понимает, что тут происходит. Я понимаю, что тут происходит, наверное, наполовину только. У нас, кстати, плохая выработка кислорода, потому что все дышат. Все дышат. О, раскислитель, ржавчина. Классно. Она у нас... Она что-то где-то далеко должна быть. Но она у нас была. Вот. Нет. Нет. А вот она у нас, ржавчина. Ну да, далеко. Поставим еще один, наверное. Слушайте, нормально у нас все с кислородом пока что. Смотрите, заповедник. Ура-ура. Он такой маленький получился, правда. Но ничего страшного. Плюс шесть моральный дух. Так, народ убирается. Народу вообще нечем заняться, поэтому народ убирается. Что я хочу сделать? Во-первых, я хочу воду перекачать. Тут у нас микробы постепенно умирают. Ну, тут пускай дальше умирают. На самом деле. Пока электричество есть, нам нужно, наверное, отсюда хочу воду перекачать. Наверное. Вот по-хорошему бы сделать действительно для электролизера какую-то комнатку, где будет у нас вырабатываться кислород. Михаил Пинчук пишет. Добрый вечер, в спальне вода разлита. Точно разлита. Откуда, интересно, взяли, главное, воду тут. Так, да. Я хочу вот отсюда воду, вот эту вот, перекачать. Она холодная, испаряется нам на растение. Пускай она лучше вот тут вот торчит под туалетами. Никому не мешает жить. Так. Как-нибудь мы ее вот... Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот так вот выведем. Ну-ка, по поводу электричества. Не перебор ли уже? Нагрузка на контур 400-600. Нет, не перебор. Так. Где-то еще у нас... Вот тут у нас вода тоже, наверное, совершенно не нужна. Тут у нас вода вот это не хочет. Ну, ладно. Ну, я тоже как-нибудь перекачаем. Холодно им, холодно пантоцветикам нашим. Кстати, дела у нас тут. Созревает. А, 94%. Почти-почти. А с какой вообще вероятностью он нам выдает уголь? Как часто? Что-то я угля не вижу. Или его сразу... А, да его, наверное, просто все раз убирают, потому что у нас тут полно народу. Который только и занимается тем, что убирается. Вот, пожарный шест изучили. Теперь у нас побыстрее они будут транспортироваться. Так. Справа его сделать или слева? Давайте так. Вот так вот. Все, ребятушки, стройте. А мы... А мы займемся воронкой холодного пара. Мы тоже ее будем просто перекачивать вот эту вот теплую воду. Больше всего я, кстати, волну... Нет, ну тут горячая вода, она даже, я думаю, вот в этой холодной зоне, потому что тут у нас минус 9, я думаю, она сильно... Ну, не успеет настолько остыть, чтобы замерзнуть и превратиться в лед. Так, какая длинная получилась труба. Так, если я их соединю, вода же на 2,10 не пойдет. Ну, вот по идее, нет, не должна туда пойти. Все. Если что... Кровати не хватает. Точно, 4. Не хватает. 8 кроватей. Так, ну тут кровать как-то... О, Паку. Прекрасно. Рыбка. Слушайте, тут, несмотря на холод, достаточно такая... Флора-фауна вполне себе представлена, скажем так, представлена. Куда бы тут людей-то засунуть? Еще. У нас еще, по-моему, Харапун новый персонаж. В принципе, уже не обязательно прям по 4 размещать. Я думаю. Сделаем мы все-таки вот так вот. Главное, чтобы тут ничего не пролилось. А то это будет очень большая беда. О, смотрите, филе Папу. По-моему, раньше с рыбок тоже мясо впадало тут. О, кто-то их съел. И вот филе Паку. Ух. Так. Нет, вот это вот. Ой, я сказала открыто. Нет, закройте, закройте ее скорее. Я причем его открыла. То есть вот здесь открыла, а тут ходить-то я не разрешила. А, большой зал доделай, точно. Я забыла. Нам нужен кулер. Вот это вот мы разрушим. И кулер. Хотя кулер, наверное... Не, наверное, мы не будем кулер ставить где-то в начале. У нас, если что, есть кулер. Вот тут. Так, кстати, насчет туалетов. Давайте посмотрим. Нет ли перебора все-таки. Ну, вроде, вроде нет. Вроде как раз все гармоничненько работает. Все лишнее сюда сливается. Прекрасно. Так, у нас ачивочки. Ачивочки, ачивочки, ачивочки. И главное, самое главное, это уровни. Так, глучшенная переноска. Ну, ладно, еще пока что тянем. И совсем-совсем новенький, новенькая Bubbles, она у нас чисто уборщик. Надо сейчас заняться приоритетами. Так, что же у нас с приоритетами? Bubbles у нас уборка, снабжение и уборка. Хасан у нас готовка. Камила у нас врачевание, да. Низбыт у нас животноводство земледелия. Фрэнки у нас инженер. Ладно, ну, вроде звучит все нормально. Вот, кстати, смотрите. Детеныш копателя вылупился. Очень-очень-очень миленький. Кстати, яичная скорлупа. Ее, по-моему... Ну, мы ее пока что, наверное, будем просто складывать. Так, тут... А, это они падают. Это они. Ладно, я уже спугалась, что тут такое сверху на нас сыпется в таком количестве. Субтитры сделал DimaTorzok